Несмотря на увеличение нагрузки на систему здравоохранения из-за коронавируса, плановую медицинскую помощь в Подмосковье не сокращают, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев. К 1 декабря Одинцовский округ должен достичь плановых показателей по диспансеризации. Об этом заявил глава округа Андрей Иванов. О плановой медицинской помощи и не только мы сегодня и поговорим. Здравствуйте! В прямом эфире от этого программы «Главная тема» меня зовут Евгения Августина. В нашей студии главный врач Одинцовской областной больницы Андрей Васильевич Фадеев. Здравствуйте, Андрей Васильевич! Здравствуйте! А я напоминаю, что свои вопросы гостю в студии вы можете задать по телефону редакции 8495 508 86 84. Кроме того, вы можете оставлять комментарии в прямом эфире в Инстаграм в аккаунте Одинцовского телевидения. Андрей Васильевич, главная тема – плановое медицинское обслуживание. Говорят, что в связи с коронавирусом оно прекратилось. Так это или не так? Давайте развеем миф. Что касается поликлиники, то у нас все специалисты работают в плановом режиме. Это касается терапевтов, педиатров, узких специалистов, диагностических служб и лабораторных служб работают в плановом режиме. То есть мы, естественно, тему коронавируса не обходим стороной. Мы уделяем ей огромное внимание, в то же время сохраняем плановую медицинскую помощь. Что касается стационарной помощи, то наш главный хирургический корпус работает в плановом режиме. И отделение ОКС, и остальное отделение, работают в плановом режиме. Из всех филиалов, которые у нас сейчас есть в медицинской полосовой больнице, у нас КЦВМИР полностью работает на COVID. У нас Никольская больница полностью работает на COVID. Наша инфекционная больница работает полностью на COVID. И сейчас наша терапия работает на COVID на Можейке 55. Но терапию мы будем до 1 декабря, соответственно, больных будем переводить. И с 1 декабря планируем нашу терапию обратно ввести в режиме плановой работы. То есть, опять, отделение терапии, эндокринологии, гастронтерологии и так далее. То есть, теперь ситуация позволяет это сделать. Заболеваемость пошла на спад, слава богу. Мы в самом пик пандемии перевели терапию, соответственно, в COVID, чтобы у нас был резерв коек. Тогда, чтобы мы не открывали Патриот, тогда не было его в планах. И, естественно, он позволил это, скажем, существенным резервам коечным фондам, существенным резервам коечного фонда преодолеть пик пандемии. Сейчас, в целом, терапия нам уже сейчас не нужна. Поэтому, естественно, мы будем возвращать ее на мирное русло, на мирные рельсы. А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. 8-495-508-86-84. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Сергей. Сергей, очень приятно. Сдавайте ваш вопрос Андрею Васильевичу. У меня на самом деле два самых наборезающих вопроса. Это первая невозможность попасть в первой поликлинике у честного терапевта приема нефталонов. И второе – это для переболевших вакцины «Спутник Лайд». Сергей, вы также оставляли свои вопросы в Инстаграм, правильно я понимаю? Да. Все, отлично. Спасибо большое. Значит, в отношении вакцины «Спутник Лайд», то сейчас мы получили больше тысячи доз от Минздрава, вот буквально на этой неделе. Поэтому и проблем, в принципе, такой глобальной с ними не было. Если человек уже ревакцинировался, то есть требуется ревакцинация, то можно подойти в первую поликлинику, в вторую поликлинику, соответственно, в поликлинику в Трегорке. Там Сергей в Инстаграм оставлял больше подробностей. Он 19-го числа был записан на прием уже для того, чтобы ревакцинироваться, но оказалось, что на Бирюзово «Спутника Лайд» нет, есть только двухкомпонентная вакцина. Сейчас нет проблем. Можно прийти, соответственно, и получить ревакцинацию «Спутником Лайдом». Что касается по поводу плановой помощи к терапевтам, то сейчас у нас запись открыта почти ко всем терапевтам, кроме трех врачей, которые сидят в кабинетах неотложной медицинской помощи. Поэтому сейчас можно записаться. Запись, по-моему, ближайшая у нас есть через три дня, если не ошибаюсь, я сегодня смотрел. Но мы регулярно, соответственно, талоны эти обновляем. Сейчас вызовов стало чуть меньше, поэтому, учиться с ФЗОКом мы переводим на прием на участок. Вот тема хорошая кабинет терапевта, кабинет неотложной помощи. В каком случае нужно обращаться в первый, а в каком случае во второй? Чем они друг от друга отличаются? Кабинет неотложной медицинской помощи обращаемся, когда... Извините. У нас есть признаки ОРВИ, когда он требуется, соответственно, вы не можете писаться, не свободных талонов, либо вам нужно попасть именно сегодня. То есть это закрытие больничного листа, это открытие больничного листа, это какие-то, ну, скажем, острые состояния, которые не требуют, допустим, плановой помощи. Если записаться... Извините, что ты... Ничего страшного, мы в прямом эфире, это все нормально. Если записаться можно, соответственно, в течение трех дней, то к имени План Почти мы можем попасть примерно, там, ну, от полчаса до двух часов. Мы принимали вопросы в социальной сети Инстаграма, в аккаунте Одинцовской областной больницы и в нашем аккаунте. Вот один из них от подписчицы, тортовный кейк, уж как есть. Когда откроют запись к стоматологам с острой болью? Стоматологи принимают экстренно? Постепенно у нас стоматологов тоже выводим, можно сказать, в мирное русло. У нас по прощению правительства, тогда они были у нас, скажем, направлены, была плана помощи, плата простановлена. Сейчас мы их привлекаем на вакцинацию, потому что тоже приоритетный проект. И они нас помогают в вакцинации, соответственно, от COVID-19. Но все меньше и меньше мы их там, соответственно, задействуем, потому что собираются другие, у нас, врачи-терапевты. Поэтому я думаю, что в течение недели будем постепенно лунду высвобождать. И хотел бы сказать, что у нас снова заведующие стоматологической службы в нашей поликлинике. Зовут я Абдрахманов Тимур Мамедович. Он нас принимает там же, на втором этаже, в нашей новой поликлинике. Поэтому, если какие-то вопросы у вас по стоматологии есть, плановая запись, острая боль, можно будет напрямую к ним подойти, соответственно, он все вопросы максимально быстро решит. Если вдруг вопрос он не решает, то также может обратиться ко мне, в приемные дни, в неприемные дни, это не так принципиально. И, соответственно, мы тогда максимально этот вопрос быстро решим. А в целом у нас проблемы не со стоматологией в Минсёвской областной больнице. У нас штат стоматологов полностью укомплектован. Сейчас мы понимаем, что у нас ставок не хватает, особенно это выражено по Звенигороду. И сейчас мы там вводим новые ставки, принимаем новых специалистов. Вопрос от 1.29.31. Когда будет решен вопрос с записью детей в детской поликлинике Одинцова на ЭКГ? Ежегодно ждем записи по полтора месяца. У нас была бы проблема с врачом. Кто КГ расшифровывал и с министрутором снимал ЭКГ, сейчас проблема решена. Мы принимаем и на Говорова-10, и на Люба Новоселова. Можно подойти и сделать ЭКГ. А я вот очень по поводу записи. Проблемы такой явно у нас не было. Еще у нас большая хорошая новость. Я думаю, что все мамочки тоже будут рады. У нас после болезни вышла Нина Павловна Чубрикова на работу. С сегодняшнего дня также можно подойти. Она с удовольствием рассчитывается в любую проблему. На Говорова-10 она также принимает себя в 108-м кабинете. Можно подойти и какие-то вопросы ей озвучить. Я думаю, что, безусловно, все мамочки будут рады, потому что, мне кажется, Нина Павловна узнает о Вадзиатсовском оборудовании каждый. И вопрос еще один из Инстаграма от Светланы Новиковой, 9973. Почему не дают бесплатно лекарства от ковида, когда приходит врач к больному домой? Жаловались, а результата ноль. Значит, если у вас подтвержденный ковид, то мы обязательно выдадим лекарства для его лечения. Есть разные схемы лечения в зависимости от тяжести заболевания. Это и фавиперавир, это и клексан, его аналоги, это и противовирусные препараты, и их аналоги, соответственно, там, гриферон и так далее. Поэтому вот в этом плане проблем в городском округе у нас нет. То есть при подтвержденном коронавирусе медикаменты мы выдаем. На дому в том числе. И раз уж мы затронули с вами тему коронавируса, хотя планировали только плановую, медпомощь сегодня. Вы были в числе главврачей, которые подписали открыто письмо к тем, кто категорически против прививок. Вот почему решили его подписать? Потому что я вижу ситуацию изнутри, потому что я делаю обходы регулярно. И вот сейчас, допустим, из-за самых тяжелых больных, у нас это порядка из 60 коек реанимационных психологов в городском округе. Конечно, тяжелые пациенты, часть из них у нас погибает, к сожалению. И если пациенты в свое время приливались, вот именно эти пациенты, допустим, их дети, кто мог, так скажем, принести инфекцию в семью, допустим, коллеги по работе, тогда, конечно, такого бы у нас не было, и нам бы столько бы места реанимации не требовалось бы. И нашим протекмо тоже бы сейчас был бы свободен, а не работал бы там как искусственные легкие для каких-то пациентов, которым, собственно, себя не привились бы, он был бы не нужен. Поэтому, конечно же, я вижу, что прививка – это единственный, и на настоящий момент полноценный выход из ситуации, эти волны бесконечно остановить. Надо прививаться. И да, я призываю к максимально широкому охвату населения от прививок. Я сам прививаю, моя семья тоже привита. Поэтому, конечно, тогда, когда вы привиты, когда у вас есть адекватный уровень тел, можно чувствовать себя полной безопасности. Вот тут, наверное, удивляет не столько личная позиция каждого из этих, ну, назовем их так, лидерами общественного мнения, сколько количество людей, которые им верят. Ведь зачастую они несут, прямо скажем, откровенный бред. Вот, как вы думаете, такой вопрос больше для размышлений. Это проблемы с образованием, это, не знаю, влияние средств массовой информации. Нехорошо, наверное, мне так говорить, находясь на телевидении. Вот почему люди верят в откровенные, неправдоподобные вещи абсолютно? Сложно сказать, почему они верят нам, людям с высшим образованием, с медицинским образованием. У нас есть очень хорошая, достойная кадровая, медицинская областная больница, которая является, так скажем, лидерами в своих профессиональных кругах. Это наши реаниматологи, наши лучевые диагнозы, наши специалисты, это инфекционная служба. И мы все кодипы с вами прививаться, потому что мы видим этих пациентов, мы видим это поражение легких, мы видим этих больных в реанимации. И поэтому я не думаю, что кто-то адекватный врач из медицинского сообщества, имеющий реальную медицинскую степень, там, ученую степень, он будет против прививки. Потому что, я хочу повторяюсь, это единственный шанс избавиться от этой болезни. А те, кто против, в первую волну, помните, были анти... ковид-иссиденты их называли. Которые, в принципе, отрицали ковид. Да, которые отрицали ковид, и считают, что мы там были артистами и так далее. Наши там пациенты уже были, там приглашенные артисты массовкой и так далее. Но весь мир все-таки сейчас уже признал, что ковид, да, существует, вот мы это все и видим. Но теперь у нас другая тема, у нас теперь антипрививочники. Но я думаю, что надо их, конечно, пригласить, как я приглашал в нашей ковидарии, пройти показать всех больных, с ними пообщаться, спросить, почему вы не приливались, сожалеете ли вы об этом или нет. У меня есть знакомый, который там пролежал у нас в дневреанимации в палате, который сейчас спрашивают, он задыхался, лежал, прощался там уже с родственниками, со всеми. Он говорит, что он будет прививаться каждую неделю потребуется. Потому что то, что он пережил эту ночь, как он считает, там была самая такая пик, он говорит, я никогда в жизни больше не хочу пережить. Потому что я буду приливаться там каждый день, у всех родственников, чтобы понимать, что такое болезнь, как, соответственно, тяжело ее переносить. Могу сказать на своем опте, после каждого посещения реанимации, честно, хочется как минимум ревакцинироваться, потому что уже привиты, это действительно очень страшно. Сколько бы раз ты это не видел. Очень хочется, чтобы... Мы не можем все показать, естественно, по течим соображениям, что это происходит с реанимацией, да, тяжелые пациенты, но можно говорить на слово, что лучше прививаться. Безусловно. А я предлагаю перейти к теме строительства и ремонта. Завершается ремонт на первом этаже хирургического корпуса Одинцовской областной больницы. Что там будет расположено? И когда работы будут завершены? Значит, у нас он разбит на две части. У нас, учитывая, что мы... У нас работающее приемное отделение, работающее здание, мы не можем, соответственно, его полностью бы отдать в ремонт. Но мы к этому уже привыкли, что мы, так скажем, в плане помещения работы, второе помещение нас ремонтируют. Вот сейчас правая часть, которая у нас находится, там у нас заканчивается ремонт. Там будет полноценное приемное отделение. То есть, при входе там будет располагаться зона ожидания, зона регистрации. Будут залы, где будут, соответственно, они будут зашторены. Каждый пациент будет лежать, так скажем, в индивидуальном, скажем, помещении. И у нас будет еще новый призыв, который в Московской области пока еще не реализован. Он называется врач к пациенту. То есть, вы пришли, вас положили, соответственно, вы находитесь, лежите на кушетке за шторкой. К вам подъезжает УЗИ, сейчас у нас все мобильные. Подъезжает к вам столь для забора крови, ЭКГ. То есть, вы проходите полный комплекс обследования, так скажем, не вставая с кушетки. То есть, не сидя в очередях, нигде. Но, естественно, вам нужно будет к отеле, бренгенту нужно будет, естественно, подойти. У вас пригласят. Нет, уже какие-то исключительные случаи. На какие-то тяжелые исследования. Все следы вам делать прямо на месте. То есть, приходит врач, смотрит вас, хирург, гинеколог и так далее. И ставит вам диагноз. То есть, это удобно, это хорошо. Сейчас по этому пути идет Москва. И, соответственно, наша больница будет одной из первых, которая будет реализована в Суковской области. Вот это вот такой подход. Левая часть, там у нас находится РСЦ. Оно же отремонтировано. Мы его не трогаем. Здесь находится в самом конце. Нас полноценно работает уже. И принимает каждый день пациентов. Минимум у нас здесь человек сейчас проходит РСЦ в сутки. То есть, это инфаркты, это инсульты. Мы сейчас расширяем спектр обследования, спектр, соответственно, лечения по РСЦ. Входим сейчас на ВМП, как это высокомедицинская технологичная помощь. Уже подэмлицидируем, потому что мы к этому готовы. У нас есть обученные кадры. Есть для этого все необходимое, есть аппаратура, есть расходные материалы. В той части мы делаем реанимацию полноценную по ДРСЦ. Там будет 4 реанимационных зала и будет один противошоковый зал для пациентов, которым требуется сразу оперативное реанимационное, так скажем, вмешательство. Это сразу зависит от скорой помощи, отдельный коридор, попадает сразу напрямую на койку реанимации и, соответственно, врачи приступают к спасению жизни. Остальные 4 зала – это будут залы под РСЦ, под ОНМК, то есть те, которые прошли через наш сосудистый центр. То есть мы можем там клипировать крупные сосуды, можем ставить стенды и так далее. И после этого пациент, соответственно, в этих реанимационных залах будет находиться под нашим наблюдением. Я так понимаю, что таких сосудистых центров в Подмосковье больше нет? Ну, как сейчас у нас современный, на настоящий момент наш аппарат является самым современным Московской области. И, естественно, сейчас мы сделаем все необходимое дальше, чтобы он работал в полной мере, именно чтобы пользовались не общей реанимацией, а чтобы была своя выделена реанимация с узкопрофильными специалистами. Она полностью уже у нас укомплектована, то есть уже закупленная оборудование находится сейчас на ответственном хранении. И, соответственно, как только будет закончен ремонт, а это в марте, они обещают полностью выйти из ремонта, то есть в декабре заканчивают первую часть, а в марте – вторую часть. Тем самым получим полноценное преднаделение с блоком реанимации для сосудистого центра. Год назад по поручению главы муниципалитета в рамках спонсорской помощи в реанимацию Одинцовской областной больницы приобрели 70 современных аппаратов, в том числе для процедуры ЭКМО. Подробности в нашем материале. Мужчина – 33 года. Переболел ковидом в тяжелой форме. Уже 48 дней его кровь насыщает кислородом специальный аппарат. Такой есть только в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте и в Одинцовской областной больнице. Пациент – это тотальное поражение легких, и сам дышать себя легкими он не может. И поэтому мы сейчас извне обогащаем кровь кислородом, чтобы возродил там аппарат ЭКМО. И, соответственно, пациент благодаря этому аппарату живет. И сейчас будем надеяться, что у нас с благополучного выздороветь и сможем его выписать. Не только для тех, кто перенес ковид, но и для тех, у кого сердечно-легочная патология. Универсальный аппарат ЭКМО за год помог медикам спасти жизнь 19 пациентам. Он был приобретен год назад в рамках спонсорской помощи по поручению главы округа. Но не только им оснастили реанимацию Одинцовской областной больницы. В помощь врачам сразу два новейших аппарата для гемодиализа. Пациенты нуждаются в гемодиализе. После перенесения на COVID-19, это пациенты с поражениями почек, глубокой интоксикацией. Примерно 50-60 процедур мы делаем год минимум на этих аппаратах, вот именно здесь, в нашей реанимации. Аппарат для ингаляции оксидом азота тоже в распоряжении Одинцовских реаниматологов. Он необходим для лечения больных с тяжелой легочной гипертензией. Мы прекрасно знаем, что одним из, к сожалению, фатальных осложнений у больных, находящихся, перенесших тяжелые COVID-19, у которых так называемая КТ-4, это развитие фиброзы легких и легочной гипертензии, когда они, в принципе, правые отделы сердца, уже не могут качать кровь, вследствие того, что сопротивление для них достаточно высокое. В частности, данный аппарат мы активно используем. В операционной установлен современный аппарат для рециркуляции крови. Он необходим пациентам с большой кровопотери. За год медики провели уже 15 процедур. Сейчас наша реанимационная служба является одной из лучших Московской области, можно сказать, с уверенностью, благодаря команде, которая пришла работать в нашу больницу. И, конечно, благодаря тому, что есть на чем работать, есть аппаратура, которая может соответствовать самому высокому уровню указания помощи. Сейчас в Одинцовской областной больнице работают более 60 врачей-реаниматологов. Многие из них пришли сюда из ведущих столичных клиник. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. В прямом эфире этого программа «Главная тема». Сегодня мы говорим о плановой медицинской помощи и не только в нашей студии. Главный врач Одинцовской областной больницы Андрей Васильевич Фадеев. А телефон прямого эфира 8495-508-86-84. Здравоохранение действительно в Одинцовском округе развивается очень хорошими темпами. И на одном из совещаний в Звенигороде вы сказали, что в ближайшее время в городе появится КТ-центр. Вот что это такое? Расскажите поподробнее, пожалуйста. У нас на самом деле по Звенигороду там полноценная большая программа по реализации системы здравоохранения. КТ-центр – это давно уже наболевшая тема, потому что Звенигород – большой город. Там нет полноценного травмпункта, потому что нет, соответственно, КТ. Это все взаимосвязано и привязано к этому. Там есть отделение термотологии хорошее, но, опять-таки, не может полноценно работать без КТ. Поэтому было принято решение главой городского округа и при поддержке Минздрава Московской области. Там установлено КТ. Сейчас вышли из проектных работ. Там есть здание пищеблока старое. Соответственно, оно там будет отремонтировано, усилено. И сделан отдельный вход с улицы. Будет тоже, соответственно, со стороны больницы. То есть мы сделаем полноценный КТ-центр, который будет работать, и, соответственно, 24 часа как в амбулаторном режиме, так и в стационарном режиме. Плюс по Звенигороду у нас сейчас планы есть по восстановлению детского стационара. Жители очень просят. Да, жители очень просят. Да, он востребован. У нас были определенные кадровые проблемы. Сейчас, опять-таки, надеюсь на выход не на полноценный полноценный, все-таки включение в работу. Уже такая задача и поставлена. И завтра у нас там будет совещание как раз-таки с детской службой, в первую очередь, по Звенигороду. И думаю, что тоже эту тему реализуем. Также сейчас вводим ставку стоматолога-ортопеда по Звенигороду, тем самым такая тоже наболевшая история, чтобы не есть в Одинцово, соответственно, там с ребенком не нужно было там по этим пластинам и так далее. Это все можно будет тоже в Звенигороде получить. Плюс, как вы знаете, у нас стационар закончил полностью полноценный капитальный ремонт. Тоже завтра мы там планируем сделать обход с общественной организацией, посмотреть какие-то недочетные, то, что там, соответственно, может быть, что-то дождастся исправить в рамках постгарантийных обязательств, если там какие-то проблемы серьезные будут. Но в целом, вот такая ситуация, короткая, ну, перспектива развития по Звенигороду. Есть вопросы от жителей Звенигорода, и не только. Элпис пишет. Прикреплена к поликлинике в Звенигороде. Нужен прием гастроэнтеролога. Ближайший принимает в Никольской, но там по направлению от терапевта. Зачем в пандемию должна сидеть в общей очереди с больными к терапевту за одним направлением? Прошу убрать ненужную маршрутизацию, если я могу сама спокойно записаться на прием к гастроэнтерологу в Никольскую на Мосрек. Мы работаем в рамках системы здравоохранения Московской области и, соответственно, приказами, которые выдает Министерство здравоохранения Московской области, но по приказу необходимо, чтобы курсовым специалистам, особенно гастроэнтерологу, зависеть было только через терапевта, потому что иначе у нас, естественно, будет зависеть сразу же талоны. Все захотят на прием. Да, ну, на самом деле, я... По показаниям и не только. Да, есть для этого есть определенные показания для гастроэнтеролога, для других специалистов. Но у нас есть сейчас, мы развиваем тему телемедицинской консультации, поэтому я думаю, что, как мы ее в полной мере реализуем, то это можно будет выйти в телемедицинскую консультацию, соответственно, дать свои там анализы или объяснить показания и будете направлены на гастроэнтерологу. А сейчас у нас проблема записи, ну, у нас нет еще проблемы записи по змеи грудью, по терапевтам, там куплено на 100%, соответственно, можно записаться через терапевта к гастроэнтерологу. Принимать у нас на Никольском и на Бирюзово, на нашей новой поликлинике тоже есть гастроэнтеролог. Прямо для этого, так понимаю, не обязательно именно к своему участковому терапевту на прием попасть? Может попасть к любому терапевту и получить направление? Нет, в принципе, мы сейчас по технику ходим от участковости, потому что у нас есть участки, где мы сейчас долго, чем терапевтов не можем найти, но в то же время есть те, где полностью штатокомплектован, так сложилось исторически, но сейчас мы, конечно, ситуацию пытаемся по большей части улучшить. Поэтому, конечно, сейчас мы можем записаться к любому терапевту, к свободному, к свободный талон и, соответственно, попасть к гастроэнтерологу. Еще один вопрос от Ирины КАЗ 0803-74. Когда будет порядок в Звенигородской больнице и поликлинике? Нам нужен адекватный эндокринолог, терапевт, не на пенсии, педиатр. По педиатрам у нас нет проблемы, то есть там штаток куплено на 100%. Если касается стационара детской больницы, я уже об этом сказал, что, соответственно, будет завтра совещание и максимально быстро мы планируем его восстановить. Что касается по эндокринологу, то там сейчас есть врач-эндокринолог, соответственно, на население, которое к нашей больнице прикреплено, то есть ставка его адекватная, и она сейчас занята. Сейчас там только проблема с детским неврологом, полставки свободны, все остальное там, все штатные численности по Звенигороду у нас заняты. Поэтому еще раз, я уже говорил на встрече, говорю сейчас еще раз, что для того, чтобы мы вам добавили ставки, необходимо, чтобы вы в больнице прикрепились. Мы работаем только в пределах штатного расписания. Читается на прикрепленное число населения. И, соответственно, сейчас у нас в больнице прикреплено 27 тысяч человек. Соответственно, на это население рассчитано на штатное расписание. А будет прикреплено 300 тысяч, соответственно, оно будет пересмотрено и так далее. Поэтому для того, чтобы у нас были специалисты, чтобы их было много, конечно, нужно к учреждению прикрепляться обязательно. Насколько я понимаю, еще специалисты Одинстадный и областной болицы проводят в Звенигороде периодически выездные приемы. Выездные, да. Выездные приемы. У нас такая есть практика. Следующий у нас будет прием 8 декабря. Соответственно, вот те, кто нужны у себя там специалисты, допустим, эндокринолог, гастронтеролог, соответственно, также у врача-педиатра нужно будет записаться, соответственно, на прием. И как только собирается запись, соответственно, мы врача к вам приглашаем. Еще один вопрос от Old Zvignygrad. Когда будет восстановлен медицинский кластер на полтора гектара в Звенигороде на улице Лермонтово-6 с детским стационаром и прекрасным реабилитационным парком в Малиновом овраге. Планы далеко идущие. Планы далеко идущие, только, к сожалению, не в моих полномочиях это обсуждать. Вы бы с радостью. Понимаю, что это здание, на рассказе, у пенсионного фонда, которое часто в каждой встрече звучит. Но мы работаем в тех зданиях, которые нам, соответственно, передавала Министерство Зархива Московской области и Министерство имущественных отношений. Поэтому, соответственно, этого здания у нас нет в оперативном управлении. Мы работаем по зданиям на Лермонтово-6 и, соответственно, по Лермонтово-9. Это наше здание. Мы в них полностью работаем и организовываем помощь. Могу только пообщать, что я проговорю этот вопрос с главой, но, опять-таки, я думаю, что это полномочия, они далеко уходящие от наших. Но будем стараться. Вопрос от Аллы Кызим. Когда, наконец, откроют детскую поликлинику в Дубках, в Новогусарской балладе, в Микроене с многочисленным детским населением? Почему матери с детьми должны ездить в поликлинику в Одинцово? Там предостаточно детского населения, ну, видимо, в Гусарской балладе, для того, чтобы открыли такую же детскую поликлинику, как, например, в Трехгорке? Во-первых, ближайшая поликлиника в Гусарской балладе – это в лесном городке. У нас есть там хорошая, большая после капитального ремонта поликлиника на первом этаже здания. Кроме того, уже сейчас согласован, опять, по инициации главы нашего городского округа, у нас согласован проект поликлиники смешанной детской и взрослой. И находится сейчас на сайте проектирования. И я думаю, что в ближайшее время тоже будет принято решение о выделении земельного участка и строительстве этой поликлиники. То есть такое решение уже на уровне предстоятельности Московской области принято. Поликлиника детская и взрослая, смешанная, будет у нас в Гусарской балладе. Мои хорошие новости для жителей Гусарской баллады. И садик строят, и школа скоро появится, и поликлиника тоже. Теперь, наверное, к таким более плановым вещам. От вопросов немножечко отойдем. В Одинцовском округе было открыто первое в Подмосковье отделение детской гематологии. Произошло это где-то примерно год назад. Можем ли мы сейчас подвести какие-то предварительные итоги его работы? Сколько пациентов было принято и какую помощь они получили? Это было отделение у нас первое открыто в Московской области. И до сих пор на первой уникальной в Московской области открытого 26 октября. Тоже это было сделано при поддержке главы Министерства взрослой в Московской области. Но полностью комплектовано с специалистами и, соответственно, качественным лабораторным оборудованием и там полноценным реанимационным оборудованием. На настоящий момент уже 900 детей получили у нас на помощь. Это гемофилия, это анемия. То есть дети тяжелые, которые раньше, соответственно, были вынуждены ездить в Москву, в федеральные учреждения. Там, где не всегда кого-то их принимали. Там были очереди и так далее. Сейчас мы со всей Московской области принимаем на себя детей. У нас есть полноценные объемы, есть полноценные препараты. У нас хороший, там тоже опять коллектив работает врачей и детских гематологов, соответственно. И сейчас мы хотим тоже на базе нашего, нашего социального еще родить взрослую гематологию, естественно, в другом детской больнице. Ну, вот так, детям мы помощь оказали, соответственно, все Московской области никому не отказываем. Дети, когда приезжают, видят одних и тех же специалистов, соответственно, есть преемственность, есть понимание и, конечно, очень хороший эффект от лечения. Есть еще у нас один уникальный центр, центр рассеянного склероза. Да, тоже. Давайте поговорим о нем. Мы открыли примерно 3 месяца назад. Тоже, так скажем, это всего полноценных где есть центр по Московской области. У нас был второй открыт. Первый, опять-таки, это маньяки, курация напрямую из маньяков идет. Это тяжелое такое инвалидизирующее заболевание, как правило возникает в молодом возрасте. И тогда, конечно, очень важно своевременное лечение, диагностика. И, опять-таки, чтобы врач был один и тот же, он тебя видел, видел все твои, соответственно, так скажем, динамику твоей болезни. Тяжелое заболевание. Тут, конечно, одно из самых тяжелых, которые сейчас существуют в мире. Но успешно справляемся, успешно лечим, успешно выявляем. И, естественно, чем раньше стадия выявления этой болезни, тем будет эффективное лечение, и тем дольше, соответственно, пациент будет находиться в хорошем качестве, скажем, с хорошим качеством жизни. А чем оснащен центр? Какое оборудование имеется? Там все-таки основное – это медикаменты, это все-таки профессиональные врача, потому что заболевание такое, что требуется, это все-таки больше неврологии, это должен быть качественно хороший невролог, чтобы понимать процесс поражения. Как правило, это динамика. То есть выявляется, делается диагностика, и потом в динамике просто наблюдается, какие функции пациенты начинают страдать. И, соответственно, подбирается качественное лечение. Центр амбулаторно-онкологической помощи на базе поликлиники номер один Водецово признан лучшим в России. Вот как удалось добиться такого результата? Да, у нас центров мы создали много, но это и правильно, потому что все-таки в центре там собираются специализированные врачи, и поэтому, конечно, стараемся все-таки не на врачу, допустим, по филиалу раздавать, а лучше центры сформировать, и чтобы в одном месте работал, допустим, профессионал своего дела и занимались какой-то общей идеей. Вот, допустим, наш ЦАОП, там сейчас работает 18 специалистов, мы туда погрузили, сделали полноценный ЦАОП, чтобы он имел свою отдельную диагностическую базу, чтобы он имел, так скажем, в свое время на КТ, на МРТ, свою лабораторную базу, свой УЗИ, свой врат кожи, то есть все полноценно, чтобы можно было замкнуть на одном отделении. Свой одинной стационар. И, конечно, дает им этот эффект. У нас была комиссия, так скажем, межокружная, там, на УЗИ, мы все это показали, презентовали, и тем самым было принято решение, что наш центр является лучшим в России. Ну, главный пациент, который у нас сейчас помощь получает, вот, допустим, можно сказать, что через наш центр пошло суммарно 23 тысячи пациентов. Ну, это, естественно, не там разные пациенты, там мы столько оказались консультаций. Открылись мы в ноябре прошлого года, тоже скоро будет год уже как. Ну, это почти за год, такая немаленькая цифра. Да, 20 тысяч пациентов сейчас находится у нас там, тут, скажем, прошли консультации, а всего находится на течение 10-10,5 тысяч пациентов, находится в нашем регистре. Мы сейчас на себя, так скажем, принимаем на себя это весь, все западное направление, это Можайский, Русский район, Нарфа-Аминский район, Краснознамец, Классико, то есть, соответственно, мы никому не отказываем. У нас есть договоренность с теми врачами, которые работают на этих территориях, чтобы к нам направлять пациентов. Мы, соответственно, выявляем, онкологию, опять-таки, наблюдаем и, соответственно, лечим. То есть, все терапия они также могут получать в этом центре, правильно? Да. У нас сейчас два отделения, которые занимаются химиотерапией. Одно амбулаторное находится в пределах центра, прямо там же, в ЦАОПе, а второе находится у Сперхушково, там именно стационарная химиотерапия, там более тяжелая химиотерапия, уже другие схемы лечения идут. Соответственно, мы разбили, чтобы это было безопасно, даже для пациента. И вопрос от подписчиков. Аглая Лайтер спрашивает. В новом городке отремонтировали амбулаторию в 2017 году? Глава округа и главврач обещали в дневной стационар, государственный аптечный пункт и наличие врачей, хотя бы терапевтов. Когда обещания станут реальностью? Спрашивает Аглая. Значит, терапевт у нас сейчас там есть, но пока еще одна ставка у нас там вакантная. Соответственно, мы разместили сейчас объявление о поиске сотрудника и довольно-таки давно. По аптеке у нас в течение месяца появится аптека мусолами сервиса. То есть, это отдельный юридцов, соответственно, просто информация, это владею. То есть, в течение месяца будет полноценная хорошая аптека. Что касается по 1 стационару, то он там залицензировал. Он там есть 3 года 1 стационара, но опять-таки за эфицизм терапевтов и за эпидситуацией, пока он у нас временно не работает. Как только мы принимаем на работу врача, соответственно, мы дадим 0,25 стационар и он там будет у вас реализован. По данной амбулатории у нас полное понимание с главой. Там есть меры поддержки от представления квартиры. И поэтому я думаю, что учитывая, что такая поддержка врачу, там есть представление социального жилья, там социоплотека и все остальное, я думаю, что мы найдем врача, скажем, какой-то не продолжительный период времени. Достаточно быстро. Вопрос от Дианочки. Исенко. Поселок Внеисок. Есть педиатр с недавнего времени. Это хорошо, но когда там будет лаборант? Ездим с детьми, сдавать анализы в лесной городок и ждем результаты 3-4 дня. Можно рассмотреть вопрос про забор крови детям хотя бы 2-3 раза в неделю, и то было бы хорошо. Мы там пробовали, у нас был лаборант, соответственно, была попытка организовать забор крови именно вот в этом, так понимают, на территории ФАПа. Да, скорее всего. Да, но буквально было максимум, у нас было 5 детей, соответственно, это было нерациональное использование труда врача, лаборанта, поэтому пока у нас забор там прекращенный. Если будет необходимость, давайте еще раз попробуем эту ситуацию. Ну вот, прошлый раз, когда мы эту тему коснулись, она была неэффективна, нерационально был использован труд, поэтому, собственно, мы сейчас перенесли забор крови ежедневно, но на территорию лесного городка. Вопрос от Соджилики. Невозможно дозвониться в поликлинику ни по одному номеру телефона с педиатрией, вообще беда. Очереди многих специалистов вообще нет. Так, дозвониться или... Ну, тут 2 в 1 получается, и дозвониться невозможно, и очереди в педиатрии, судя по всему, большие. Значит, у нас работает Елена Кулцинова-Губернатора на территории Московской области, телефон 8-800-150-50-30. Это, соответственно, если какие-то вопрос, касающийся вызова, чья надо, сдача анализов, там, проявиться и так далее, можно по этому номеру набрать, либо короткий номер 122. То есть по этим номерам можно получить всю необходимую информацию по здравоохранению Московской области. Что касается по поликлинику, то в целом у нас есть свой колл-центр, у нас есть сейчас у нас новый сайт, у нас старый сайт, у нас пришла техническая ошибка, поэтому сейчас новый сайт на учреждение, и там указаны контактные телефоны. Может, у нас есть свой небольшой колл-центр, можно созвониться и всю необходимую информацию получить. А по поводу там свободных талонов, я уже тоже объяснял, что у нас сейчас все терапевты, которые мы, возможно, которые не участвуют в вызовах на дом, вакцинация у нас находится на приеме. И поэтому постепенно, каждый день недели выводим еще новых терапевтов для того, чтобы, соответственно, максимально обеспечить доступность нашей медицинской помощи. А вопрос от Долорики. Почему в Одинцовской поликлинике текучка кардиологов? За последний год была у трех, которые посылали на анализы, а вместо следующей встречи с ними было их увольнение. Вот сейчас в ноябре кардиолог послал на анализы тренажер в Красногорск, так как в Одинцово нет такого велосипеда. Анализы на руках, а записаться к врачу возможности нет, так как регистратор отвечает, кардиолога нет. У нас кардиолог, как вы знаете, была врача Аникина, очень хороший врач, которая у нас от COVID-19 погибла. Кроме того, у нас кардиолог на сряжке находится в Москве, и, конечно, кардиолог потихонечку переманивает. Но сейчас у нас приходится на работу брать кардиолог. Будем максимально его удерживать, уже и привьем, и будем, соответственно, сейчас у нас зарплаты выросли в областной больнице специалистов. То есть мы приняли такое ощущение, чтобы их все-таки удержать. Потому что в Москве рядом у нас большой этап кадров именно в Москву, что там зарплаты выше, можно сказать, на какой-то примерно уровень, чем у нас. Но пытаемся на этот уровень уже выйти, чтобы, соответственно, их удержать. Ну и плюс социальный, соответственно. Да, вот какие меры поддержки еще для врачей в Одинцовском округе действуют? Вы уже упомянули, квартиры, да, давно в городе служебное жилье. у нас, соответственно, идут федеральные программы поддержки, это земский доктор, соответственно, то есть врач получает миллион рублей при работе в сельской местности. Афиша 500 тысяч получает. Плюс у нас программа губернатора Московского областа, социальная ипотека. И плюс программа главы нашего городского округа. Это, соответственно, социальное жилье и комиссарство арендного жилья. То есть мы максимально сейчас все это прилагаем, привлекаем. Но в целом, конечно, динамика положительная. За 11 месяцев работ там порядка 150 врачей мы привлекли в нашу властную больницу. Но пока еще есть дефициты. Поэтому, конечно, у нас есть отток пациентов, отток врачей есть, есть, соответственно, приток врачей. Но приток все-таки превалирует над оттоком. Но работа, конечно, ведется постоянно. И пока еще, конечно, у нас есть пробел, который надо заполнять специалистами. Но, тем не менее, команда Воденцовской больницы собрана прекрасно. Мы неоднократно рассказывали и о замечательных хирургах, которые работают в Звенигриде, которые проводят, показывали работу реанимации в Никольской больнице. Вот сегодня показали реанимацию в Оденцовске. Команда ведь собрана очень сильная. Мы стараемся... Меры действуют. Да, нет, меры действуют. Просто, конечно, не получается все сделать разом. Но и самое, конечно, это сейчас сложное, это первичное звено. Терапевты, педиатры это самые дефицитные специалисты во всей России. И мы, к сожалению, не исключение. Поэтому стараемся максимально набирать. Мы максимально стараемся привлекать. Наши объявления размещены по всей России, честно вам скажу. То есть мы стараемся там... Конечно, допустим, там Иваново или Волгоградская область не могут с нами соперничать и по зарплате, и по социальным выплатам. Поэтому, конечно, мы там тоже объявления размещаем, чтобы показывать, что у нас в Московской области интересные условия. Приходите к нам на работу. Спасибо большое, Андрей Васильевич, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. Не болейте. До новых встреч на ОТВ. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.